Порядок мириковые, по латыни miricales, около 50 видов, 3 рода, ну и наиболее известная мирика болотная, вот она, можно посмотреть, что это такое. Мирика болотная, обычная в России тоже растение, просто оно такое невзрачное и незамечаемое. По морским побережьям и возле крупных озер растет, допустим, на берегу Ладожского озера, вот близко от Питера, есть заросли этой мирики болотной. На заболоченных приморских лугах, в болотах, вот там вот Прибалтика, дюны, там вот там между дюнами может вот это вот расти. Значит, двудомный кустарник, смолистый запах от полуметра до полутора метров, ветроопыляемая. Поскольку она ветроопыляемая, как вот раньше я все время говорил, цветение у ветроопыляемых начинается до появления листьев. То есть она сначала цветет, потом листья выпускают, обычно в мае цветет. Но малозаметные, потому что они невзрачные, там сережки тоже, по типу как у березы, потому что ветроопыляемая. Соцветия по типу сережек, коричневых таких. Поэтому обычно мы смотрим на те цветки, которые распускаются для насекомых, для птичек, потому что у нас глаз похожий. А это распускается для ветра. Ну, хотя они такие, на первый взгляд, невзрачные, эти мужские сережки, один сантиметр длиной. Там довольно много чего внутри. Бурые чешуи прикрывают фиолетовые пыльники там внутри у нее. Мужской цветок великий болотный, там, в принципе, сросшиеся фиолетовые и зеленовато-желтые с боков пыльники. Нет околоцветника, основание чешуи яркие золотисто-желтые пятна. Причем пятна образованы скоплением маленьких бусинок, которые выделяет, вот маленькая смола эта у него. Вот как раз, поскольку он выделяет смолу, у него смолистый аромат. Даже он, в принципе, по-латыни, он бальзамный она будет. Мирика галя, то есть, мирика бальзамная. Но единственный в пазухе предсветника мужской цветок в мирике болотный считается тоже редуцированная боковая сережка. Пыльники раскрываются продольно, выпускают круглые пульцевые зерна, которые, соответственно, летят по ветру. Женские цветки тоже собраны в сережки, где-то 20-25 цветков. Созревают позднее мужских, и ось женского соцветия в процессе развития плодов она одребесневает и остается на растении несколько сезонов. Плоды по типу костянки, сухие, тоже, видимо, распространяются по ветру, как я понимаю, да? У мирика болотный, она, в принципе, двудомная, но она пол меняет. То есть, она может прям целая заросль мирики мужская сначала была, а потом на следующий год женская. То есть, допустим, мужские соцветия полностью весь год росли, потом полностью открыла женские сережки, потом через год даже может она стать однодомная, то есть, имеет и мужские, и женские сережки и так далее. То есть, он может быть и мужским, и женским, и вперемешку. Причем, как-то вот на сезон он заряжается, как-то вот он решает зимой, буду я на следующий год мужчиной или женщиной. В принципе, даже редко, но у мирики могут быть смешанные соцветия, то есть, даже внутри соцветия, внутри сережки мужские и женские цветки. Ну, мирика болотная, на самом деле, в Европе хорошо известна, потому что она растет в Германии, по Балтийскому морю она растет. Поэтому она описана хорошо с 16 века у нас уже. Потом ее открыли в Северной Америке, в Китае, Аляска. Причем, даже спорили, это вообще отдельный вид, или это тоже мирика болотная, или это другой вид. Дело в том, что на Аляске и Восточной Азии пушок на них, поэтому иногда считают, что это отдельный вид, мирика опушенная. Или иногда считают, что это та же самая мирика болотная. Также много других родственных этой мирики растений, там я уже говорил, что около 50 видов в этом семействе мириковые. Ну, например, мирика Файя, она же Файяль, это острова Мадейра, Канарские, Азорские острова, Португалия и так далее. Мирика Восконосная, это Северная Центральная Америка, небольшое дерево до 10 метров. Плоды покрыты восковым покровом, поэтому восковник она еще называется, или восковница. И растительный воск даже использовали индейцы для освещения, жгли, то есть поэтому по-английски называется также свечная ягода, потому что индейцы вот эти листья, пропитанные воском, как свечи, использовали, долго горит. Ну, также в США растительный воск мирики используют для мазей, для мыла, для всевозможных лекарств, из нее посылают и так далее. Восковой налет также имеется у мирики красной, довольно красивое дерево, 5-15 метров, мирика рубра, японская, китайская, и там едят ее плоды в Японии, в Китае, мирика красная. Ну, вот схемку из жизни растений советской беру, там, по крайней мере, четко видно, где плоды и как сережки устроены. Плоды мирики красные, круглые, сочная, ароматная, кисло-сладкая мякоть, их любят есть японцы и китайцы, где она растет. Где она растет? Внешне по вкусу напоминает землянику, и поэтому также они ее называют земляничное дерево, то есть земляник, оно на дереве растет. Консервируют их, варенье варят, компоты варят, всякие там прохладительные напитки делают. Пытались на Кавказе тоже ее разводить, эту мирику красную, потому что она очень съедобная, ну, непонятно, чем закончилась. Также есть просто мирика съедобная, она называется, отдельный вид, мирика съедобная, тоже юго-восток Азии, Филиппины. Мирика яванская есть, естественно, на Яве, там, на Суматре тоже съедобные плоды вполне. Также есть южноамериканские виды этой мирики, Африка, Мадагаскар, есть листопадный, есть и вечнозеленый, то есть вообще-то распространенное такое вот растение прибрежное. Тем не менее, все цветки всех мирик лишены околоцветника, то есть есть общие у них черты. Некоторые виды мирик имеют корневые клубеньки, которые усваивают атмосферный азот, как у бобовых. Также часто они там живут в симбиозе с грибами, как обычно у деревьев, на самом деле. Близкие к мирике род Комптония, вот еще Комптонию показываю фотографии. Комптония иноземная, она не имеет прилистников, этим отличается от мирики. Перестолопастные листья, ну вот как раз на картинке видно, что листья совсем, короче, нестандартные, такие длинные, на папоротник походят, но это цветковая. И довольно древняя цветковая, еще 95 миллионов лет назад, мирика и Комптония были еще больше распространены. Тем не менее, она не вымирает. И как раз вот Комптония иноземная растет на всяких землях, которые от человека уничтожились. Вот после пожаров, вдоль дорог, на пустошах. Американская, но в Канаде прямо целые заросли этой Комптонии. Потому что она на бедных почвах произрастает, она в сильном симбиозе с грибами растет. То есть у нее на корнях грибы, за счет которых она может насравить на бедной почве жить. Грибы усваивают там из почвы все, что возможно. Также имеется канако-мирика, но канако-мирика иногда включается, иногда нет. И канако-мирика как раз что-то промежуточное между мириковыми и ореховыми. И к ореховым я приступлю в следующем клипе.